Преподаватели и студенты научатся работать с веб-сериалами, продюсировать образовательные проекты, писать сценарии своих лекций и семинаров. Так спрогнозировал будущее вузов после пандемии министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Лучшие преподаватели, по его мнению, сегодня превращаются в режиссеров своих курсов, выстраивают драматургию каждого из них. Министр также добавил, что за месяц удаленной работы сделать цифровые технологии органичной частью учебного процесса пока не удалось. Но дальнейшая цифровизация необходима, в том числе и для того, чтобы российское образование могло выходить на экспорт и быть востребованным во всем мире. Вынужденный переход на дистанционное обучение, по мнению многих экспертов, вызовет полноценную реформу в образовании. В будущем все поймут, образование делится не по способу его получения, то есть очное, вечернее, а по уровню включения в процесс, считает ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Но при этом большинство педагогов российских вузов видят дистанционное обучение исключительно как дополнение к традиционному образованию и обеспокоены, что переход в онлайн приведет к падению качества знаний, профанации и разрушению системы высшего образования в России. Это следует из опроса Министерства науки и высшего образования. Треть опрошенных пожаловались на отсутствие в квартире места для комфортного ведения занятий и больше половины указали, что им не нравится работать дома. Ну а что у нас, узнаем у гостя в студии Сергей Иванченко, председатель совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа Хабаровского края и Еврейской автономной области, ректор Тихоокеанского государственного университета. Сергей Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сергей Николаевич, все ли вузы перешли на удаленное обучение в связи со всей этой ситуацией? Наши вузы, вузы Хабаровского края, я буду говорить про гражданские университеты, перешли все. Там, где разрешено, по тем программам, по которым есть разрешение вести образовательный процесс в дистанционной форме. Можно ли... Вы знаете, итоги рано подводить, поэтому я сейчас не могу сразу вам сказать, хотя мы ведем постоянные социологические измерения, исследования. Не только мы, а студенчество тоже это проводит, у нас есть обратная связь от студентов, поэтому форма изменилась. И ведение занятий действительно, преподаватель становится другим преподавателем. Но самое главное, мне кажется, что вот эти два месяца показали нам, что система образования готова к трансформациям. И преподаватели готовы к трансформациям, это вот самое главное. А там удачно, неудачно, понимаете, все зависит еще от специальности. Все зависит от направления подготовки, потому что где-то это вписывается очень хорошо, а где-то мы должны вести действительно практическую подготовку непосредственно на тех лабораторных установках, которые в последующем пригодятся им уже в практической работе. Здесь уже никак ничего не сделаешь, и приходится нам уходить, где-то переносить занятия в следующий семестр. А если говорить о следующем учебном, точнее об этом учебном годе, как он будет завершаться? Ведь он все равно должен закончиться. Да, вы правы, все завершается когда-то. Мы хотим, чтобы это завершилось красиво, потому что действительно студенты ни в чем не виноваты, так же, как и преподаватели. Мы оказались в том, что люди должны или студенты должны выйти на защиту дипломных проектов. Мы должны обеспечить условия для их успешной защиты. И в дальнейшем, я думаю, то предложение, которое позвучало на совещании, которое проводил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, о том, чтобы провести всероссийский выпускной, сейчас планируется 4 июля, в онлайн формате, или формат может быть изменен в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. Я думаю, это все будет как раз тем торжеством, которое покажет как раз и успех наших выпускников. Но вот если сессия отложена на осень, то перевод на следующий курс также отложен, соответственно? Ну, я не знаю таких примеров у нас в Хабаровском крае, где сессия отложена на осень. А если отложен на осень, тогда изменяется просто график учебного процесса, и в соответствии с графиком учебного процесса действуют университеты. Это все нормальная практика, и не только она возможна в условиях именно современных, но она предусмотрена законом образования. То есть по плану, получается, сессия проходит в вузах сейчас? Все по плану идет. Все идет по плану. Все идет по плану, никаких смещений. Вы знаете, вся жизнь в вузах не остановилась, она также продолжается. Вы, наверное, следите за нашими сайтами, все внеучебные мероприятия, просто они вынесены в онлайн. Все проходит в онлайне. В онлайне. Только там платят государство, здесь он платит сам, поэтому здесь ничего не... Мне кажется, те условия... Задача вуза — дать возможность или дать возможность учиться и предоставить знания. Если студент хочет, он эти знания возьмет. Если он не хочет, он не берет. Но это уже, как говорится, два субъекта на рынке образовательных услуг. Будем так говорить. Хоть это неприлично, но я бы сказал так. Поэтому студент, то, что преподаватель ему обязан дать, он предоставил ему. Пожалуйста, берите. Если он берет, значит, он дальше этим займем и воспользуется. Поэтому вот здесь, знаете, вот сейчас на современном этапе мы получили тот эффект, что как раз оценили нашу систему образования и возможность студентов работать самостоятельно. Вот сейчас больше самостоятельная работа. Они привыкли, что им преподаватель постоянно диктует, что делать. Здесь он должен сам сорганизовываться. Это очень важная вещь. Вот за эти два месяца мы надеемся, что в будущем как раз система изменится в том направлении, что больше студент будет работать самостоятельно в библиотеках. Мы создадим онлайн-курсы, которыми он может пользоваться. Причем онлайн-курсы по всей стране они сейчас знают, где что находится. Поэтому учебный процесс в этом плане станет более насыщенный и более качественный. Но вот здесь, кстати, как раз таки важно. Понятное дело, что студенты больше меняются, они должны более как-то самостоятельно подходить к учебному процессу. Но преподаватели ведь тоже должны меняться. То есть здесь удаленно, в онлайне, более как-то, как вы уже и сказали правильно, насыщенно должен быть учебный процесс. Да, вот то, что вы вначале произнесли слова министра науки и высшего образования, действительно в этом направлении преподаватель меняется. Лекции должны проходить в другом формате. Потому что то, что можно читать в аудитории, уже перед стеной, эффект стены, так называемый, когда я провожу совещание, там совещание онлайн, 4 часа, и подготовка больше идет к совещанию, потому что многие вещи, которые можно было взглядом решить, здесь приходится объяснять. Поэтому затраты времени, несомненно, растут. Но вот сейчас то время, когда, я бы так сказал, что и преподаватели, и студенты учатся друг у друга. Это вот настало то время, действительно. Потому что у нас даже сейчас многие волонтеры, студенты, которые работают и помогают преподавателям в освоении цифровых технологий. И ничего в этом страшного нет, потому что система должна работать, и здесь должны мы друг друга дополнять в этом плане. Сергей Николаевич, вам большое спасибо, что объяснили. Студентам желаем удачи. У нас в студии был Сергей Иванченко, председатель Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа Хабаровского края и Еврейской автономной области, ректор Тихоокеанского государственного университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова